ПЕСНЯ 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 В ПЕСНЯ ПЕСНЯ Установка, которая сейчас широко применяется на подводных лодках, надводных кораблях, ледоколах и транспортных судах. Лайкутск, рабочий реставратор, специалистами музейного хирурга, мы сегодня с вами сможем совершить убегательное... ...второй отсек, жилой, он же аккумулятор. С момента входа человечества в новую атомную эру, главы государств, ученые и военные, стремились измельчить максимум пользы из нового источника энергии. Это коснулось и подводных лодок. В 1954 году США спустили на воду на Утимус, первые атомные подводные лодки. Это был шаг вперед, хотя не было. В конструкции на Утимуса оставалось еще многое от прежних 10 электрических подводных лодок. Для сохранения баланса сил в мире, ну, скрытной и эффективной доставки ядерного оружия, активного и возможного противника, в СССР было принято решение о проектировании и строительстве объекта 627. Так в целях секретности назвали первый советский атомоход. Команда конструкторов и академиков сутками не выходила из конструкторского бюро. Во вкладу эту важную и ответственную работу выдающийся кораблестроитель Владимир Перегудов предстояло решить огромное количество проблем, с которыми ранее стартоваться не приходилось. Стройка атомной торговой лодки велась на заводе номер 402 в режиме строжайшей тайны. Запрещалась переноска чертежей, детали между цехами транспортировали ночью, накрыт презентов. Третий отсек, центральный фрик, расположен центральный пост подводной лодки. Отсюда организовано управление всеми системами и механизмами компетентов. В этом же отсеке, в небольших расположенных рядом с другом уровне, находятся боевые посты штурманов, гидроакустиков и радиометристов, которые сосредоточенно наблюдают за обстановкой за бортом лодки, правильностью и безопасностью в ее курсе, стабильной работой всего оборота. Связисты максимально скрытно, достоверно и надежно поддерживают контакты с другими кораблями, лодками и землей, а в случае атаки все они слаженно помогают выбрать оптимальные расстояния и угол для пуска тормета. Движение и навигацию в подводном положении обеспечивают множество систем различного назначения — гирокомпасы, гидроакустические и гидролокационные станции, шумопилензаторные станции и станции обнаружения подводных препятствий, радиолокационные станции. Несмотря на автоматику, шторман постоянно сверяется с навигационной картой, где нанесен рельеф морского луна, и картой ледовой обстановки. На атомных подводных лодках главная энергетическая установка потребителя требуется вспомогательный механизм. На торги они размещены в четвертой материи. В первую очередь, это два дизель-генератора мощностью по 400 л.с. каждый. На атомных подводных лодках они используются как наполнительные или аварийные источники электролокационные. Они обеспечивают ввод атомных реакторов, работу в части навигационных приборов, гидроакустические станции, средств, радиосвязь. В мощности дизель-генераторов хватало и для работы рельефных моторов. Их было много по одному на каждые или два. В рельефных трубинах моторы обеспечивали ход подводных лодки на шести узлов. Швартовка подводных моторами была обычной узловой. Реальности. Реальности. Мы с вами находимся в центре подводных лодок. Их для иного главных лидерных позиций. Атомы или кармечные деменциальные и атомные энергетические установки. И для ни одного чего произведения аэропорта, как свечи движения атомного хода на илоге электричества для всех сделок и оборудований. Энергетическая установка состоит из двух реакторов с парабеллиатом Куполучными агрегатами, главным циркуляционным насосом. Атомные реакторы производят тепло для образования пара. Принцип работы атомного реактора довольно просто. Стальной корпус в виде чаши наливается водой. В чашу ставляется водой. Заполненные урагом во время. При завоевском структуре и ущтение электричества для всех сделок. Удирает вещество на курицу. Удирает вещество на курицу. Удирает вещество на курицу. Шелководанные урагом во время. Гимн вещества на курицу. Папелоскорады. Закрывают электричество наше. Папелоскорады. Умирает вещество на курицу. Закрывают электромобилит. И комплекс устройств. Отвечающихся за приоритетованием электроэнергии. Оборудование отсекло является второй основной создавляющей атомной энергетической остановки. Электрогенератор обеспечивает питание судовых электропотребителей в ходовом режиме или при другом большом потреблении электроэнергии. Адротовский турбинный пар сбрасывается на главный конденсатор, откуда забирается насосом и уходит обратно в парогенератор для последующего цикла работы. Турбины и связанные с ними главные редукторы образуют главные турбозубчатые агрегаты. Редукторы понижают обороты турбин до необходимого уровня и передают вращение на валы с грибными ментами. Валы вращаются в главных упорных подшипниках, которые воспринимают на себя усилия, создаваемые винтами. От частоты вращения ротора главного турбозубчатого агрегата зависит и скорость движения подводной лодки. Управление им осуществляется либо диспансионно, либо с местного поставка в гидроматике. Обеспечение мощности атомной энергетической установки оказалось сложнейшей научно-технической задачей и потребовало создания высоконадвиженной активной зоны и прямоточных парогенераторов. Первый опыт эксплуатации показал необходимость совершенствования установок, что предупределило дальнейшее развитие атомного подводного флота. Здесь мы заканчиваем высовывание установок механизма, обеспечивающего движения атомной законной лодки воды и отправляемся в седьмой электромеханический отсек. Седьмой отсек электромеханический. Здесь находится электростанция подводной лодки, два глибных электродвигателя и вход на пульт управления атомной энергетической установкой. Электростанция состоит из двух навесных турбогенераторов, двух дизель-генераторов, расположенных в шестом отсеке, аккумуляторных батарей, находящихся во втором отсеке, распределительных щитов, преобразователей и системы управления. Навесной турбогенератор – это генератор, соединенный с турбиной в паротурбинной установке. То есть он вырабатывает ток только тогда, когда введена атомная пара, производящая установка, и турбина вращается. А это значит, что ток от навесного турбогенератора можно получить только на ходу. Восьмой отсеке – живой каюта Мичманов, медицинский круг и кампус. Так называется кухня на флоте. Здесь же находится кормовой люк, который выполняет роль нехватного и аварийного в случае задавления. В качестве кормовки он используется редко, например, для грузового зуба. В качестве аморийного он используется как швюс по аналогии с торпедом аморатом. На нижней палубе размещаются вспомогательные механизмы, такие как, например, холодильная машина. При вознаграждении обстановки, особенностей службы и эксплуатации подготовки, мы опирались на воспоминания и фотографии, предоставленные учеными и конструкторами, членами экипажа и их родственниками. Не менее важную роль играют кировоззывающие архивные материалы. Девятый отсек. Он не был сильно насыщен оборудованием, поэтому места было достаточно. Здесь размещались матросы на диванах и подвесных корках. Между диванами были статы для приняла пищи. Пищу приносили с камбуза в бочках. Неудобно было пролезать через круглые переборочные двери, но привыкали к этому быстро. Под палубой расположена провизионная кладовая. В кормовой части выступают приводы горизонтальных и вертикального рулей. В свободное от вахты, приборок, тренировок и сновремя, подводники читают книги, мастерят, играют в насынные игры, смотрят фильмы. В дни праздников на подводных лодках устраиваются концерты художественной самодеятельности, а периодически викторины и конкурсы между отсеками и боевыми частями с вручением призов. Устраивались и дни специалистов, когда каждая воевая часть и служба готовила рассказы о своей деятельности. Особо отмечали дни рождения. Именник упекли торт и дарили разрисованную рубаху из разового пабелья. Торт съедали все вместе, а рубаху именинник хранил и после увольнения от запаса. Сегодня, за короткое время, мы смогли увидеть таинство зарождения отечественного атомного подводного флота, проследить многолетнюю судьбу первой советской атомной подводной лодки, познакомиться с повседневной жизнью и боевой службой бояков подводников. Субтитры создавал DimaTorzok